Меня зовут Алешина Мария, я координатор по работе со сторонниками Всемирного фонда дикой природы. Сторонники это те люди, которые делают пожертвования от 900 до 10 тысяч рублей. И я несоответственно за 20 тысяч таких замечательных людей. В фонде я уже пятый год, и хотя бы все по образованию я инженер, я постоянно спрашиваю о работе, говорю, что 5 дней в неделю, 8 часов в день я спасаю мир. Думаю, как и все здесь присутствующие. Мне удалось побывать в тех местах, где фонд ведет свои программы. Это и в Арктике, где был рейд любежья патруля, и на Дальнем Востоке, где удалось пройти с местами, по тем самым местам, буквально вот по плавушке фиксировали за день до меня. Дальневосточных леопардов, и поэтому все, о чем я рассказываю своим сторонникам, тем людям, которые делают нам пожертвования, я рассказываю вот как бы вот, ну не от первого лица, но очень близко к этому. Сегодня, как вы видите, на первом слайде с автором репрезентации две фамилии. Здесь должна была быть моя коллега. Я могу ее представить заочно, она уже 9 лет в фонде, у нее два маленьких ребенка. И большинство цифр и сложных диаграмм на этих слайдах, которые будут здесь представлены, это ее работа. Она занимается у нас базой данных, и я регулярно, видя какие-то цифры в отчетах, делаю такой, Лена, нам нужно вот это вот, почему-то не показала мне это раньше, нам срочно нужно принять схему, нам срочно нужно усилить вот это, нам обязательно нужно вести это в работу. Без аналитики мы не смогли бы делать ничего из того, что мы делаем. А что мы делаем с нашими собственными родонорами и старыми? Ой, извините. Сначала что уже у нас будет дальше? Сегодня я расскажу о том, зачем регулярно и специально нужны нам, потому что в каждой федрезовой стратегии фонда, в каждой стратегии развития фонда, в каждой из них должно быть понимание того, а нужно ли браться вообще за регулярные платежи. Все нам говорят, и последние годы-два это очень часто звучит в сообществе благотворительных организаций, что регулярные платежи – это классно, это стабильность, это основа. Давайте посмотрим, кому они вообще нужны, и зачем им уделяется столько внимания. На нашем опыте. Как продвигать списание? Чуть-чуть. И дальше уже идет достаточно сложная техническая часть с большим количеством цифр и аналитики. Методы бриллиарных пожертвований, их преимущественные недостатки. Какие бывают ошибки в работе системы и как их исправить. И особенности коммуникации с регулярными донорами. Давайте знакомиться. На самом деле, у нас здесь все-таки чуть-чуть больше, чем то количество, когда я бы просила подставиться каждому. Поэтому я спрошу так, скажите, пожалуйста, у кого из фондов подключены регулярные платежи, регулярные списания? У кого здесь присутствующие? Поделите, пожалуйста, руки. Все в планах. Так, у всех в планах. Ой, я боюсь, что презентация вас не пугает. Ну ладно, я тогда два слова скажу, на что обратить внимание, когда вы только планируете подключать. Так, второй вопрос, у кого они подключены больше года, смысл уже не имеет. Хорошо. Рады вас все видеть, рады, что вы пришли на презентацию и так глобально сразу подключитесь в эту тему. Ну, давайте так, если я буду говорить сложно, если вы не будете понимать, о чем речь, то у меня будут слайды, после которых я буду просить задавать вопросы. То есть не надо задавать мне вопросы, когда идут слайды, я просто буду в какой-то момент говорить «стоп». Вот здесь по предыдущему глобу «здавайте вопросы». Задавайте все вопросы, которые приходят вам в голову. Если вы кажется, что вы глупый, задавайте обязательно, потому что наверняка каждый третий сидит и думает «это глупый вопрос, я его не задам». Спрашивайте. Давайте еще один вопрос. У кого подключены платежные механизмы? Так, отлично. Хорошо. Давайте тогда так, давайте по очереди, у кого какие подключены? Яндекс Кросса. Яндекс Кросса. А вот Киви, Альфа Клик. Это считается как механизм? Платежный агрегатор, благодаря которому любой человек с любой карточкой может сделать так. Киви. Киви, да. Мы просто работаем с Хринопэем, поэтому я по нему могу дать много советов и много про него рассказать. Я думаю, что если у вас еще нет платежного механизма, то я очень рекомендую посмотреть конспект метапа, который был как раз в декабрьский, про который Маша рассказывала в начале. Мы там разбираем, как выбрать платежный механизм, который вам подойдет. Я скажу про это не два слова, а десять слов. Теперь, то, о чем я говорю, почему ВВФ работает со своими сторонниками так, как он работает. Потому что в последние годы 3-4 совершенно точно, во время того, как именно эту статистику мы введем, я могу сказать, что вот эту часть пожертвования, вот эту крышечку маленькую, мы получаем первые, это первые пожертвования. Человек пришел, сделал разное. Вот это вот мы получаем не, это не первые пожертвования, мы получаем дальнейших от тех людей, которые сделали вот этого. То есть вот это, это работа меня и моих коллег. И у нас 77% онлайн и 92% оффлайн платежей. Это те платежи, что человек, те пожертвования, что человек сделал второй, третий, четвертый, двадцать, пятый раз. С нами люди есть, которые по 12 лет с нами. Для чего и почему, что мы для этого делаем? Это вот, бывает. Вот, вот таким. Как мы делим наших доноров. Вот то, что вы видели раньше, вот это вот, тысяча личных встреч. Вы слышали, у меня в ответственности 20 тысяч человек. Я не могу эти тысячи личных встреч. И поэтому у нас в зависимости от того, как люди, какие делают пожертвования, у нас меняются формы поддержки и системы коммуникации с этими людьми. Соответственно, меняется и то, как мы с ними общаемся. От уровня ПЗ это индивидуальное общение. Это очень личное общение. То есть практически все хранители земли, моя коллега, которыми я занимаюсь, она знает лицо. Ну, если не в лицо, то как минимум достаточно, кажется, что производство спало, понятное дело. И то, о чем я говорила в предыдущем слайде, вот это вот. Мы выращиваем, что из слоев мы выращиваем своих доноров. Изначально из чего это строится? Из стратегии развития организации. Это маленький слайд. Каждый год у нас природоохранная стратегия организации ВВФ России меняется. Каждые пять лет. Каждый год мы ставим цель на пять лет вперед. Столько-то и тигров, столько-то леопардов, столько-то белых медведей. Что мы для этого должны сделать? В принципе, я думаю, что достигнут нужной цели. И в дальнейшем, сколько нам для этого потребуется денег. И что мы для этого должны сделать? Поэтому работа со сторонниками у нас ведется так же. Ребята, если вам нужно три миллиарда прямо сегодня, у вас будет другая стратегия. То есть, вам не нужно будет выращивать вот эту воду. Потому что, чтобы вырастить золотую панду, нужно год и восемь месяцев, кстати, с нашими астрономиками коллег, вырастет такого классного донора, просто общаться с человеком. Он не сделает это уже. Год и восемь месяцев вы с ним общаетесь. Поэтому, если в вашей организации много денег прямо сейчас, ваша плана будет другая. Для того, чтобы получить те самые, то самое, конечно, тигровка, которая состоит в стратегии 2017 года, мы начинаем с чего? Мы начинаем с кетра. Точнее так, мы начинаем с работы с местным населением. Чтобы они не рубили те кедры, чьи кедры в орехе ест кабан, которых потом ест тигр. И мы работаем с местным населением и стараемся дать ему работу, дать ему интерес к этим кедровым орехам. То есть, сделать так, чтобы на законодательном уровне и на экономическом уровне это было выгодно. Вот так мы работаем со сторонниками. С кедров. Ну, то есть, вот со всего этого. Ну, и дальше. Достигаем основной цели. Это немножечко про такие общие вещи, про то, что организация без стратегии может какое-то время прожить. Но вы будете функционировать не 100%. Вы будете идти не в ту сторону. И поэтому я в последнее время в всех своих выступлениях начинаю с того, что посмотрите, пожалуйста, внимательно. А что вам нужно сейчас? А что вам планируете? Нужно ли вам большое количество единовременных доноров, частных доноров? А может быть, вам нужна корпоративная поддержка? А может быть, вам вообще нужны не доноры, которые дают вам деньги, а доноры крови, например? То есть, как достигнуть той цели, которую вы ставите максимально эффективно? Потому что я сказала, есть какие-то вопросы в струбительной части? Любые, самые дурацкие, цифры, что-то еще? Можно? Да. Что такое работа? Что еще раз? ДП, например, любые границы. Ну, сейчас, секундочку. А, добро пожаловать. Мы высылаем нашим сторонникам, тем людям, которые делают пожарные на 900 рублей, комплект, который им буклет, письмо и значок «Пандочка». Стоит с нашим сторонником, получится такой, как хочет. Для того, чтобы, больше того, здесь нет этой карты, этой схемы для того, чтобы отправить на ТВ, мы выясняем контакты, то есть почтовый адрес, телефон, и ММО, потому что он же там задавал письмо, нам нужно какие-то номеры посылки отправить. То есть, мы человеку говорим «Спасибо, что он стал нашим». И в такой вот вещественной форме. Все, я ответила на ваш вопрос. Пять лет получается в период хирургического речи? ВВФ России, да, у нас тратение на пять лет будет. В границе. Не скажу, в раме будет. Нет, он, нет, смотрите, у нас есть большой план в целом. Мы можем там сохранить 95% биоразнообразия в 200 регионах по всей планете. И такая отдельность с темой. И каждый раз для вот того, чтобы эту большую цель к ней идти к ней, да, мы пересматриваем. Потому что меняются сколько движения целей, меняются вот какие-то пять лет. Да, пять лет. Так, вопросов нет. Метод регулярных пожертвов. Вот здесь было сказано про Альфа-Клик. Да. Альфа-Клик хорошая штука. Там списания оформляются не с картой, а со счетом. Тогда как большинство списаний, которые оформляются через агрегаторы или через там других банков, когда у человека заканчивается карточка, заканчивается ваше списание. Когда у человека уходит с работы, у него меняется карточка, заканчивается ваше списание. Когда у человека хранят карточку, либо карточка попадает в команды с черного списка банка, у вас заканчивается списание. Ребята, если вы сейчас думаете, что списание вы один раз делаете массовую акцию, привлекаете 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч человек, у которых будет списание по 100 рублей, по 1000 рублей в месяц, по 10 тысяч рублей в месяц, и думаете, что все, в ближайшем все отлично, нет, могу вам сказать, скорее всего, точнее так, совершенно точно, что 50-60% у вас отвалится после первого года. У нас отваливается меньше, покажу сколько и покажу почему меньше. Но все равно списание это не волшебная палочка, после того, как вы его подключили себе, нужно сделать достаточно большое количество действий, чтобы оно вас отдавало в хорошем рабочем состоянии. Интернет-банкинги, Альфа-Клик, ВТБ, Сберонлайн, Райфлайзен, Тинькофф и прочее. Когда вы заходите в свой личный кабинет на сайте вашего банка, у вас наверняка есть функция автоплатеж или что-то в этом случае. Можете оплачивать коммуналку, не знаю, штрафы, что-то еще, сделав этот платеж регулярно. Проверьте, вполне возможно, что вы случайно попали в приложение Тинькофф, вот мы не знали. Они пихают туда кого угодно. Из благотворительных организаций случайно можно выяснить, что вам переводятся деньги от них, хотя вы этого не ждете. А так как они используют процессинговый механизм Киви, то вы так смотрите и думаете, боже мой, почему же все 10 человек дали по 5 тысяч через Киви? Что это? А Тинькофф устроил ГВС, одним из пунктов которого было перечислено в 5000 рублей любой благотворительной организации из их списка. Так мы подали жизнь, узнали, что мы оказываются в списке Тинькофф. Чем хороши интернет-банки? Я уже сказала, альфа-клик, когда человек оформляет списание, в альфа-клике он оформляет его со счета. Неважно, закончится, карточка не закончится, пока есть счет и списание. СМС-писание. Та тема, которая кажется достаточно перспективной. Казалось бы, человек отправил первую СМС-ку, вы настроили так, чтобы в ответ ему пришла СМС оформить списание и с его счета будет вписываться каждый месяц такая-то сумма. Тема практически не работает. Она сейчас не оттестирована. После каждого, перед каждым списанием следующим требуется подтверждение от человека. Он едет в метро 20 минут, он не подтвердил СМС-ку, до свидания. Вот, это то, что СМС-писание мы пока рекомендовать не можем в какой-то случай. Мы даже с ними не начали работать над ошибками, потому что там столько ошибок, что проще вообще не подбираться. Процессинговая система. Это то, про что я сегодня буду в основном рассказывать. Хронопай, Клаудпеймент, Юнителлер, это те, которые я могу порекомендовать. В Хронопей, мы с ними работаем, у них очень большое качество опций, но они достаточно тишину на подъем. Клаудпеймент подключается вот так, комиссия доблагосоветных организаций 2,5%. У них есть уже договор для благотворительности, если вы только думаете над тем, какую процессинговую систему выбрать, берите Клаудпеймент, через годик выберите себе, когда уже поймете, что вам нужно, или через полгодика, зависит от скорости развития, выберите себе что-нибудь более такое, полумнее. Но пока, если есть плейдинг пейдж или страница, и вы хотите там за три дня что-то прикрутить, крутите, у них есть нажимничные процежи, и они прям вот они меряют. Так, что хорошо процедировали системы, легко оформили для человека. Мы знаем точно, что это списание, потому что смс-списание, нигде вы не получите даток о том, что есть списание. Альфа-клик вам тоже не передают данных, что это списание. Здесь мы это знаем. Мы знаем, можем договориться с нашей процедурной системой, если на пейли мы это сделаем, про удачные и неудачные попытки, больше того, нам приходит информация у этого человека закончилась срок карточки, или отказ банка, или у него просто нет денег на счету. И мы получаем контакты этих людей. Если от смс-с мы получаем только телефоны, больше того, если человек делает пожертвую через смс-ку, мы законодательно право ему звонить после этого не имеем смс-ки, ну, один раз точно можем. И смс-ки после этого мы сладить не можем. То есть для нас, для ВВФ, для тех, кто выстраивает, начинает вот эти крышечки, выстраивает такую большую-большую пирамиду коммуникации со своими сторонниками, смс-ки еще очень неудобны, потому что мы с этим ничего сделать не можем. Они разделы пожертвуются. Особенность регулярных пожертвований. Плюсы. Ну, так как суммы разные, то этих пожертвований больше. То есть, например, человек подписывается на 100 рублей в год, и вы получаете от него тысячи рублей. Тогда как раз можно дать приход пожертвований. Это то, о чем я вам говорила. Вы привели гигантскую акцию, привели тысячу себе списанцев, 10 тысяч списанцев. Вы споргнозировали, что к концу года они все с вами. Не надеяйтесь, но вы можете прикинуть, что 50% останется с вами. Дальше. Размер одного пожертвования меньше. Реже после того, как человек фурно-пусяни дает разовые крупные пожертвования. Большой отток в первые три пожертвований. То есть первые три достаточно большое количество уходит по разным причинам. Есть уходящая в прошлое проблема карты Сбербанка Электрон и Маэстер, у которых просто системно банк не позволял выходить второму списанию, поэтому первый облог человек оформляет еще раз списание. Опять облог. Внутри сохраняем описание. Опять облог. То есть проходит один платеж. Сейчас это ходит в прошлое, они просто перестали выпускать эти карты, но те, у кого есть, есть докажник. Да, и решиться регулярные пожертвования сложнее. То есть мы на самом деле продвигаем регулярные пожертвования среди наших доноров, тех, кто делает инновременные пожертвования. Вот так в бухте барахты подписать как это дать доступ к своему кошельку. Все почему-то уверены, что если они подписываются на регулярные пожертвования, мы можем делать вот так из их кошелька. И многие говорят, даже пишут на наше с вопросом когда про какое-то пожертвование и про специальные говорят, снимите у меня с карточки. Такие ребята, вы что-то не понимаете, мы не можем вас что-то снять с карточки. Вы написали что банк ежемесячно только поэтому договор делает свои запросы. Повод задуматься. Уже есть несколько метод регулярных пожертвов. Не очевидна регулярность и тест и ласки. Долгосрочная но не вечная. что я вам говорила. Где мы берем регулярных доноров? Мы у нас на сайте по умолчанию ну не что по умолчанию стоит галочка регулярных пожертвований. Она у вас виднее на сайтах. В email рассылках в конце письма есть стабильная плашка где у нас тоже висит галочка регулярных пожертвований. Мы делаем специальные рассылки по email и почте. Могу сказать что почта пока не очень хорошо работает бумажно. Да конечно мы даем квитанцию уговорим придите с этой квитанции в Сбербанк и попросите оператора вести все это дело на стриминале потому что так просто никому нет организации дарить жизнь. люди просто не очень часто идут квитанции туда и просто оформить ежемесячно разовый ежемесячный и больше мы еще тестируем и продолжаем тестировать email с просьбой точечно например мы знаем что люди делают на пожарке через альфа-клик мы такие ребята знаете что в альфа-клике есть очень простой способ оформить ежемесячное специальное это очень важно для нас это то что мы тестируем и будем дальше тестируем сейчас когда последние полгода я очень активно занимаюсь обзвонами тем что мы строим такой маленький колл-центр у себя в офисе по мотивам голландского контакт центра со сторонниками сейчас мы обзваниваем наших второнников поговорим говорим ребят мы много чего говорим короче скрипт разговора выглядит вот так нужно после него делать выглядит вот так здесь лежит некое количество замечательных простыней чтобы вы могли себе взять и посмотреть если вам будет интересно вот на этом у нас есть отдельный человек сегодня в зале если вам нужно будет я ему представлю и он может искать как это звонить незнакомым людям и говорить пожалуйста сделайте больше чем мы уже делаем вот также благодаря сторонникам мы сразу благодаря нашим операторам когда мы начали звонить поняли что человек который нам один раз сделал пожертвование практически всегда отказывается от попытки его продвинуть в масштаб и просто исключили таким людям надо звонить и просить по телефону еще раз просто сделать пожертвование то есть тоже тестируем работу то о чем я говорила выше соответственно вот у нас регулярные пожертвования они выше виднее стиль по умолчанию стоит ниже единовременно но выгодят первым подать регулярно и в каждом письме вот такая кнопочка чтобы открыть регулярно это немножко почему регулярные списания все-таки важны если вы планируете еще 20 лет еще 5 раз по 20 лет вести свои проекты работать здесь 22 года в России мы планируем еще не меньше лучше 5 раз поскольку осталось и делать еще больше вот они верхняя шапочка это не первое списание то есть они у нас сейчас сейчас не могу сказать растут первое списание тоже растут и мы планируем чтобы росли и дальше то есть большую часть это наверное треть наш рынком составляет не первое списание по категориям донора посторонников 33% каждый третий сторонник у нас каждый платящий сторонник у нас имеет списание хранители земли те кто делает пожертвование от 10 тысяч рублей в год 50% каждый второй у них есть списание больше того они переходят на уровень 10 тысяч от 10 тысяч рублей в год потому что у них оформлено списание и они плюс например сделали какое-то пожертвование направлено соответственно для нас списание это важно и мы собираемся продвигать его гораздо больше и поэтому мы много времени тратим на то чтобы заткнуть все дыры потому что то о чем я говорила большая токс писанцев глупо не очень правильно наверное привлекать массово сто тысяч пятьсот миллионов тысяч человек когда мы знаем что половина из них уйдет или больше из них уйдет поэтому то что мы сейчас делаем это мы таким образом строим нашу систему работа с этими людьми чтобы как можно меньший процент из них уходил мы долго думали что лучше сторонник просто человек который годно делает 900 рублей или списанцев мы не долго думали мы взяли себе посчитали сумма пожертвований сторонника на 30 пожертвований сейчас списанцев на 30 процентов больше чем просто сторонник но есть такая интересная штука сделано хотя бы одно дополнительное разовое пожертвование если бы эти люди не делали разовое пожертвование было бы всего на 7 процентов выше чем это к чему ребят если у вас есть человек у которого оформлено специально не бойтесь 30 процентов дадут ну если хорошо попросите также практический совет как ставить сумму списание ну мы поставим 100 рублей 100 то дадут мы поставим минимальную 50 рублей ну как сказать недавно мы случайно ошиблись у нас на сайте минимальная сумма пожертвования было 200 500 900 и другая сумма в другой сумме мы планировали поставить 100 чтобы была возможность поменьше но забыли бы он поставили 200 и тобой dafür таки ھی решили это по счетам что то всего обычно недавно другоасть на hysterία пред تКак о виде Please всю суммы надо разной и не надо стесняться ставить какие-то суммы выше почему потому что вот тут не очень хорошо видно это 12 процентов это количество пожертвований то есть из тысячи это допустим 12 человек делают нам пожертвования больше тысячи рублей в месяц это 2012 человек они при этом дают почти 50 процентов всего прихода ставьте разные у нас есть люди у которых специально 10 тысяч рублей в месяц пусть их вот столечка но они дают вот сколько по моему дают 13 процентов бюджет то есть вы можете делать разные страницы платежные для разных уровней поддержки у нас например страница для сторонников для моих людей имеет сумму специального 200 500 900 как я уже говорила и другая а вот страница платежных для хранителей земли их в них там списание же начинается уже с тысяч это нормально ну то есть и показывает людям что есть возможность помочь больше это нормально потому что человек может хотеть вам дать больше но не знать то есть какой-то момент у меня моя подруга спросила знаешь я хочу вот оформить вам фонд писания но вообще какой нормально ну знаешь средний у нас писание средний взнос по списанию 500 рублей но я так и думала то есть а я что может сказать и поменьше мне сказала честно среди нас то есть нормально говорить человеку что средний для сторонник нас 500 средний там ежемесячный средний для хранителей земли там пусть наверное 2 с половиной часа человек сам для себя решает насколько можно больше так это то о чем я говорила когда у вас много списанцев и вы радуетесь в в следующем году в следующем месте получим столько 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 много денег длительного пола в нашем случае при том что мы работаем достаточно плотно с списанцами по кредитке тем кто оформил списание через сайт уходят в год в прошлом 15 год у нас 39 процентов вот 39 процентов ушло ребят это мы поработали потому что вот здесь вот видимо я занималась чем-то другим может я занималась как бы апгрейдом хранителей земли но вот здесь а может быть это бы наступил кризис хотя говоря вполне вероятно что у нас уходило 45 процентов людей сейчас у нас уходит 39 процентов через год через год да при этом у нас я говорю мы с ними работаем у нас уходит 39 процентов ну если они уходят в течение года просто если посчитать в прошлом году было в этом году у нас осталось 61 по сбербанка слушайте я точно вижу что вот этот был кризис вот как раз когда начался кризис снова просто закрывал карточки все остальное потому что по всем фронтам насколько выросли альфа клик видите какие замечательные альфа кликовские мы с ними практически ничего не делаем они вот такие вот у них уходит малого рода они надежные и хорошие если бы и в целом это тоже достаточно интересно потому что цели жены пожертвования в этом году у нас упал больше по статистике как он упал практически все благотворительных организаций но качество пожертвов нас при этом выросло и по статистике как позже у остальных то есть казалось бы кризис казалось бы сложная ситуация людям дают меньше но больше людей все-таки выбирают делать пожертвования раз это откуда вот где там 10 процентов отвала это наша схема у вас может быть другой но что было у нас у нас была проблема без фью это когда вы делаете пожертвование через карточку неважно пожертвования платеж бледный самолет покупаете а он вам говорит сейчас я вам пришлю на телефон код подтвердите у нас на этом отварилось 14 мы пришли сказали хронопай хронопай у нас низко рисковая операция ребята ну кто вообще переведет деньги что это такое мы какие машины перейдут деньги с игр отменили 14 процентов меньше больше ну смотрите эти 14 было плюс 8 процентов 29 4 получается достаточно много дальше вот вот здесь в красном отмечена срок окончания действия карты мы с ними ну мы не можем запретить банком отменять заканчиваться чтобы у людей карты перестали заканчиваться мы не можем с этим ничего сделать поэтому мы работаем с самим людям не хватает денег был очень большой процент людей которые мы один раз вместе спрашиваем в тот день когда они оформляют пожертвования мы спрашивали у них через месяц мы спрашивали банк спрашивал а можно мы перечислить деньги в бв а банк отвечает банк держащий человека карточку отвечает мне у него денег нет он через месяц мы видим мы это месяц уже потеряли он через месяц просит еще через три месяца и у нас а нас за а если в у нас на 12 процентов отток сократился то есть мы не теряем тех людей у которых не хватает денег на карточке в какой-то момент застаем так отключили 3ds secure поднастроили грамотную систему и билов уже снизили а это мы сидели чесали в голову какой у нас был вопрос а была гипотеза что а очень много людей когда у них значит зарплаты приходят они списывают схемы ребенок вот мы проверим на самом деле вот видно что у нас количество очередных список по этой схеме ребенок вот в эти даты выросло то есть чаще всего у людей на карточках вот это вот в эти даты деньги есть они в принципе похожи на даты авансов и даты зарплаты ежемесячных у разных людей но при этом все равно в большинстве случаев у человека на карточках практически сюда изделия то есть делать схему ребилов 3 10 25 не надо лучше делать его легенько проблемы которые мы не смогли решить технически с помощью банков или как-то по-другому это проблемы которые мы сейчас решаем коммуникации это вот 8 процентов оттоков у человека закончится срок карты что мы делаем мы его звоним раньше мы только писали письмо но могу сказать что у писем гораздо хуже отклик поэтому сейчас мы звоним человеку потом отправляем письмо а потом через дерево если они сказали что сделают оформить но не оформили мы еще раз его звоним письмо у нас проходит два цикла вот это более сложный скрипт но в целом вот оно похоже таким образом 59 процентов из тех у кого закончилась карта к нам возвращаются то есть не 159 отказ банка откажем банка это то о чем я говорила хрона пэ нам дают данные о том почему у человека не прошло списание но отказом банка в системе хрона пэ кодируется очень много разных вещей отказ банка вот эту вот пометочку ну присылает сами банки кодируют там я вообще не знаю что каждый банк что хочет этим словами то и говорит человека может быть все что угодно с карточкой выходит отказ банка факт в том что если есть система есть пометка облома отказ банка это значит что в следующий раз писание не пройдет звонит женю что-то другого шлемки мы 48 процентов переоформляют списание либо с этой вообще другой карты потому что это значит что карта уже остановка вписание по собственному желанию человек пишет нам и говорит пожалуйста прикрепите с писанием пожалуйста прикрепите с писания у меня нет денег прошу остановить при приостановить наш договор на рекуррентные платежи после этого недавно 3 буквально два месяца назад и предлагаю уменьшить размер списания это та опция которая есть у хрона пэ то есть хрона пэ позволяет нам увеличить здесь у нас есть телефонная запись размер списания у человека или меньше вот собственно говоря мы сейчас тестируем но пока работает не очень хорошо потому что все таки чтобы человек отписался от описания ему требуется достаточно серьезная причина но все равно несколько человек на такой вопрос хотите мы вам отпишем или вы можете просто поменьше немножечко перечислять поменьше давал 200 давал 1000 давал 500 вот то есть тут тоже не надо сочетать схема это очень простая схема социальной результате обзвон восстановлении списания вот это точек я вам говорила цикл 1 сначала мы шлим смс что вам позвонят потом мы звоним если есть телефон если мы дозвонили если человек согласен на коробке email где сказано вот ты сюда если ты хочешь списание восстановить если мы не дозвонились мы пришли ему длинный email о том как нам важно чтобы человек оформить продолжить списание нам важно для регулярной его регулярная поддержка потому что наши проекты как я уже говорила идут по много-много лет мы усиливаем для него вот эту вот понимание сколько нам это значит сколько важна поддержка сколько важно 200 тысяч ну если нет телефона есть только email мы даже справляем его длинный email соответственно вот если пожертвование сделано мы ему звоним тот же человек который звонил в первый раз звонит ему говорит спасибо все классно все здорово вот если нет пожертвования ему еще раз и напоминает мы сомневались на эту схему для второго звонка 77 процентов людей которые потом позвонили второй раз которые попали в второй цикл 77 процентов 77 я сделала вот так когда открыл эту цифру и после этого включила цикл 2 практически все остальные обзоны после второго звонка я не могу сказать что у меня есть отдельная презентация про crm на 50 страниц на 50 листов у моей коллеги есть презентация про crm на 70 листов у нас база данных ей уже 12 лет на 100 лет и она не подходит практически никакой другой организации то есть я вам ее не буду рекомендовать потому что она сама писать да один программист уходит программист мы там чертного условия я могу вам порекомендовать посмотреть запись вебинара вебинара либо моего про crm и еще вебинара сергея подари жизнь сейчас скажу все равно вебинар назывался тоже на сайте теплести шуба серая прошу к серы я могу писать ссылки где вот эти презентации да у вас одна бейлинговая система crm не синтегрирована да они не то чтобы интегрированы сто процентов но у нас настроены запросы которые позволяют нам информацию из соответственно хронопейс соответственно говную систему получить туда в базу туда да 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 и это нужно это важно а письма у вас автоматически значит они отправляются в вашей crm-системе устроена автоматическая отправка письм так? нет это это мы сейчас доделываем потому что тот мейлер с которым мы работаем а именно юнисендер мы пока не можем с ним настроить стопроцентную хорошую синхронизацию мы это делаем у нас это в работе но пока это делается как готовится выборка к человеку он отправляет ее сюда да да ну на самом деле не в инстаграме но честно наш мейлер на сайте в перспективе юнисендера вот в идеале да когда мы настроим нормальную синхронизацию с юнисендером это будет так каждую среду база сама выводит список этих людей они отправляются и на почту координатору подает отчет вот что координатору подает отчет что мы отправили вот это письмо там не знаю проверить там через какое-то время вот так давайте так еще вопрос любые про базу про мейлер про любые непонятные слова вот скажите как запрашивают первые пятнадцатые числа вот вот и выслать и получается что вот по этой схеме мы в какой-то момент все-таки если у человека за этот месяц хотя бы несколько дней деньги на карточки были деньги на карточки были мы у вас подлиться есть там третья десятая это другое это это нет и 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 еще недавно мы скринопоем освоили такую штуку точнее мы узнали, что делают детский деревне сосок, которые тоже скринопоим и мы решили почему мы не сделать мы начали звонить и просить у тех людей у кого уже оформлен списание увеличить размер списания ещё раз просто здесь подробно как мы Здесь прям со словами. Это кусочек просто. И у меня здесь записан разговор, но я его показываю. Вот. Результаты. Мы начали тестировать это в декабре-апреле. 14% увеличивают размер списания. В среднем в полтора раза. Руай от первого... Все знают, что такое Руай? Кто не знает, что такое Руай? Я не буду вам говорить сложно, потому что я его сама не помню. Скажу так. Руай – это то, насколько вы на один вложенный рубль получаете отдачу. Вот здесь, значит, мы потратили рубль, а получили 60 копеек. Вот. Но за год мы звоним и говорим. Пожалуйста, выключите размер списания. Мы платим оператору. Мы записываем эти разговоры. Поэтому мы платим еще и, там, сколько-то, 3, не знаю, рубля за... Ну, 3 рубля за звонок. Ну, только вот. Не, только 1,5 рубля за только вот. Вот. Ну, вот все вот эти тракты суммарно получается, что на каждую вложенную роль... Вот если посчитать, что вот в месяц вам звонили 10 человек, потратили на это 100 рублей, то эти 10 человек нам на 60 рублей записанных вложили. Но за год получится на 900. То есть, важно считать списанием не на сегодняшний день, месяц, а на 3 месяца, на 4 месяца вперед. То есть, для нас эффективность этого обзвона однозначна. Звонить людям и говорить о том, что у них... Что они могут помочь больше, что они могут оформить списание больше. Точнее так, что они вот сейчас по телефону скажут нужную сумму, либо потом письме ее напишут. Это очень хорошо работает. При этом 14% сделали ее на временные поширки. Они сказали, что я не готов к его списанию. А мы у него долго спрашиваем. А может быть, вы разом поможете? И человек... И 14% помогли разом. На каждой вложенной на эту рублю включили требования. Все, втиблю все. Сейчас мы продолжаем тестировать, смотрим. Здесь подробно написано про возобновление специальности. Эффективность обзвона. Мы начали звонить по нему тоже в ноябре-декабре 2016 года. Я просто уперлась в обзвоны. Мы наладили систему еще чуть-чуть, и она будет отлажена так, как мне хочется, уже со всеми инструкциями, с непонятными вещами. Для любого оператора, для любого нового человека, который так приходит. Соответственно, 50% тех людей, которые в первом цикле на первый вопрос сказали, да, я готов сделать пожертвование, каждый второй его не делают и попадают на второго обзвона. И вот там 77% то есть 50% сюда попали, делают пожертвование. То есть второй цикл очень важен. Если человек сказал, что он сделал пожертвование, не значит, что он сделал пожертвование. Но если вы позвоните ему еще раз, он поймет, что вам серьезно нужна поддержка. И все. Соответственно, после двух циклов 52% из тех, у кого закончится срок карты, возвращаются. И 48% у тех, у кого была причина основки списания по отказу банк, возвращаются. Соответственно, соответственно, руая от 4 до 10. 13% возобновляли списания с тех, кому не звонили, а кому отсылали e-mail. Скажем так, если у вас нет человека, посадить на телефон, шлите e-mail, если есть, хотя бы 13% вы малой крови вытащите. Если есть, кого сажать на телефон, 48-59% за ответственность типа, вы вернете звонками. Вы нанимали какой-то сторонник колл-центра? Сколько в день звонков? У меня с ней на презентации про дефоливное взводы. Нет. Мы работали с колл-центром. Мы нанимали отдельно. Работали с внешним колл-центром несколько лет назад. Результат был такой, который меня не устроил. Поэтому сейчас у нас есть несколько человек, один человек, который занимается в 7-й ферзоне. Вот здесь взяли. Вот. Прошу, поплодируйте, ладно? Ну, я не буду показывать пальцем, потому что двух человек смутится, но если что, могу там показать отдельно. Вот. Поплывайте ему, пожалуйста. Это у нас человек, который большой. И мы просто долго выбирали и смотрели. И вот это вот заслуга конкретного одного человека. Сколько человек в 2 минут? 5 дней в неделю, 8 часов в день, но у него их меньше. 1 или 2 нескольких? По этим обзвонам 1, больше, чтобы у него 5 типов обзонов. У нас не такие большие объекты. По вопросу по звонкам вы упоминали, что звонит один и тот же человек. Не много людей звонит, или вы специально отмечаете, что повторный звонок делает тот же человек? Чтобы повторный звонок был... Человек, который звонит, это голос и лицо фонда. Именно важно, чтобы повторный был отменён. И важно, чтобы повторный был отмен. Правильно я поняла, что это один вообще человек? Нет, у нас сейчас на обзвоне 2 человека, которые в офисе звонят, один человек на удалённом обзвоне. И мы будем, в зависимости от необходимости, брать ещё. У нас было больше, но мы в зависимости от объёма. Вы среди сторонников набираете? Мы набираем среди неравнодушных людей. Очень среди неравнодушных людей. То есть очень... Ну, на самом деле, мы не можем платить им, вау, какую зарплату. Больше того, я могу сказать, что один наш оператор, это человек, у которого... Есть другая... Человек, который нам из дома звонит. На 20 часов не набирает. Это наш хранитель земли. На изжертвенного 10 тысяч рублей. У неё есть своя работа, своя другая работа. И она звонит, потому что, ну, это для неё преработок и понимать то, что она делает что-то важное. Вот. Могу сказать, что там в детских деревнях СОС так же. Я, как искала оператор, я писала просто всем коллегам по мозгу офис-таб со словами, ребят, нужен вот такой-то, такой-то человек, который был в теме, горел и хотел. Потому что мы работали с школ-центром. Они такие бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот есть вот, окей. Но, блин, это те люди, когда, например, Тарас, после них уже не факт, что разнавиджилось. С точки зрения коммуникации, наверное, да, здесь вот ход? Построение системной коммуникации. Да. Нет, нет, с точки зрения рулайк тоже. Просто человек, который со стороны, который вообще не знает, что такое делает ВВФ, будет звонить и вас. Это был центр. Нет, мы работаем с кол-центром. Конечно же, когда вы берете кол-центр, вы едете к ним, вы даете им, вы делаете ему гигантский фак, вы даете ему воду, вы делаете несколько тренингов. Через месяц, когда вы видите, что в козле падают, вы это повторяете. Вы дарите какие-то там, не знаю, сувениры или что-то еще или повышаете ставку тем, кто хорошо звонит и прочее. Но это все равно работает хуже, чем если те люди, которые знают, куда впоследствии, куда на что направленных работа, те, у кого вы там не 25-й, а еще я могу сказать, что те люди, которые звонили в кол-центре, у них остается на этом кол-центре. И даже наши сторонники наступят, не возьмут трубки и поговорят с нами, даже если это будет человек из кол-центра. Но если это будет человек, которым как друг, и может ответить им вот еще у нас только вопрос, помочь им еще с чем-то. Совершенно другой ситуации. И по показателям тоже. У меня реально еще одна презентация по обзвонкам, я могу ее просто кому-нибудь выслать и остановить. Так, с ним мы возглавляем списание. Прошли, это у нас тоже было. Продвижение списания. Это только мы начали. Мы начали звонить тем людям, у кого просто идет пожар, что к нам? и просить им и просить их оформить списание. Ну, тест меня пока не устроит. Честно скажу. Но, с одной стороны, мало. Для репрезентативных, для нормальных тестов, 93 человека, все-таки мало, для 93 разговора. Но даже сейчас, то есть, 6% согласились, из 100 человек 6 согласились, один оформил. 20% сделан разовое, это у А4, но в целом, это не очень хорошо. Это неправильно. Это что? Это мы звоним просто человеку, которого нет списания и просим его оформить списание. Только который один раз у вас больше одного раза. Мы исключили из тех, кто больше, это из тех, кто больше, кто два или больше раз нам помогал до этого. Потому что, когда мы начали звонить по тем, которые один раз помогали, мы вообще не понимаем, о чем мы идем. Поэтому мы убрали из выборки, остались только обладает пожертвованием. Так, во, время вопросов. И обсуждение всего, что только можно. Да. Да. Сейчас, у меня нет какой-то, я просто смотрю, еще красивый слайд для вопросов, но, что-то я бы сюда не оставила себе. Поэтому, готовы отвечать на вопросы не про презентацию. Сейчас могу рассказать про звонки, про платежные механизмы, хотя бы я уже сказала про что будет. Это значит, что если какая-то вводная информация нужна в самом начале, то Маша тоже может повторить. Да. Скажите, еще раз первую картинку с общей неверой по платежным, по указам, где здесь холостик вырек. Общую карту. Самой первой? Общей вот эти вот. Самой первой. Грана, да. Он из первой, поддратно, вот тут вот эта карта. Но я могу сказать, что у другой бактерной организации такая картинка скорее всего будет другой. У тех, конечно, кто-то считает. Потому что многие как бы даже не считают. К сожалению, я всем очень рекомендую все считать, потому что... А тут мне чуть-чуть не хватило исторической информации, то есть это данные на 2015 год, это статистика за прошедший год. Да.